Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Антон Грабарев. В Челябинской области за сутки выявлено 206 человек с положительным тестом на COVID-19. Скончались 9 человек. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 51 751 человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску за сутки подтверждено 42 новых случая заболевания COVID-19. За сутки из стационаров выписано 38 человек. В выходные в торгово-развлекательных комплексах Челябинской области вновь проведут бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19. Желающим проверить здоровье нужно взять с собой паспорт или полис ОМС. За два часа до тестирования рекомендуют ни пить и ни есть. Также не стоит забывать о социальной дистанции и масках. В Магнитогорске сдать анализ можно 27 февраля в гостином дворе и континенте с 10 до 12 часов. И 28 февраля также с 10 до 12 только в гостином дворе. Южноуральские льготники смогут получить выплату в размере 60 тысяч рублей на газификацию частных жилых домов. По инициативе Алексея Текслера в Челябинской области отдельным категориям граждан будет предоставлена материальная помощь на установку внутридомового газового оборудования. Соответствующий закон, который вступит в силу с 1 июля, принят сразу в трех чтениях на заседании законодательного собрания. Единовременно социальная выплата будет предоставляться на приобретение газового оборудования и работы по его установке в размере фактической стоимости затрат, но не более 60 тысяч рублей. Получить помощь на газификацию смогут одинокопроживающие пенсионеры, многодетные семьи, в которых доход на человека не превышает вкратную величину прожиточного минимума на душу населения, а также семьи с детьми-инвалидами. Среднедушевой доход также не должен превышать вкратную величину прожиточного минимума. Полным ходом идет ремонт в здании, расположенном по адресу улица 9 Мая, 3А. После завершения в нем там расположится областной наркологический диспансер. Также по просьбам жителей был разработан комплекс мероприятий по передаче здания, расположенного по адресу переулок Школьный 18, ведение Первой городской больницы, где будет открыт филиал поликлиники для взрослых. Напомним, ранее жители поселка Димитрово, Березки и Брусковой обращались к руководству города с просьбой перенести в здание по переулку Школьный 18 взрослую поликлинику, добираться до которой им гораздо проще и удобнее. Ориентировочно прием пациентов в поликлинике начнет с августа 2021 года. Более того, по инициативе главы города Сергея Берникова в филиале поликлиники будут обслуживаться не только взрослые, но и дети. По данным Центра охраны материнского и детства, к детской поликлинике прикреплено 1400 малышей. Депутаты законодательного собрания приняли изменения в закон о межбюджетных отношениях в Челябинской области. Согласно поправкам, муниципалитеты будут получать дотации, которые сформируют из налогов самозанятых. Это значит, что чем больше в муниципалитете будет зарегистрировано предпринимателей и чем больше будет уплаченный ими налог, тем больше средств получит территория на решение местных вопросов. Это дает возможность Министерству финансов и Минэкономразвития смотреть на те территории, где происходит наиболее активное развитие и поддержка начинающих бизнесменов. Конечно, в первую очередь этим муниципалитетам будет оказано содействие, прокомментировал председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев. Он добавил, что эта мера поможет увеличить количество самозанятых. В Магнитогорске продолжается развитие автоматизированной системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках региональной программы «Безопасный регион», сообщает информагентство МАК-Сити. Посты видеонаблюдения появятся на семи перекрестках – Карла Маркса Грязнова, Московская Шишки, Советское 50-летие Магнитки, Казачья переправа шоссе Космонавтов, Ленина Московская, Зеленцева-3, а также на Карла Маркса Бориса Ручьева. В техническом задании прописано, какие виды нарушений будут автоматически фиксироваться. Чаще всего встречаются проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, остановка за стоп-линией, движение грузовых автомобилей. Также камеры зафиксируют проезжающий транспорт. Цель создания такой системы – обеспечить не только дорожную безопасность, но и раскрывать преступления, а также следить за общественным порядком. И о погоде. Выходные в Магнитогорске потеплеет. Днем в субботу и в воскресенье – 12-14 градусов мороза. Однако синоптики предупреждают – ожидается сильный снег. Ветер в субботу и в воскресенье слабый. Преимущественно северо-западный в субботу и северный в воскресенье – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в субботу – 719, в воскресенье – 717 миллиметров ртутного столба. С вами была программа «Вести Магнитогорск». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok